Он снова собирает полные залы. На сцене Серпуховского гортеатра прошел уже второй спектакль из программы фестиваля «Мелеховская весна». Матичинский театр «Фест» давал «Вишневый сад». Это последняя пьеса Антона Павловича, которую он сам охарактеризовал комедией. Хотя герои этой постановки находятся на пороге некой трагедии и новой жизни, одни в нее стремятся, другие не торопятся. Одних неизвестность пугает, другие ее предвкушают. «Ах, Валя, Валя, ничуть не изменилась на монашку похожая. Туняшу я узкала!» Легкие, динамичные, местами пронзительно печальные, порой вызывающие удивление. Его герои из разных социальных слоев помещены в одно пространство. И сами того не понимая, зависят друг от друга. Главная героиня, хозяйка дома, не может смириться с тем, что скоро ей придется проститься со своим домом. Пьеса, написанная 120 лет назад, не потеряла своей актуальности. Люди из прошлого стали отражением людей будущего. Так получилось, что мы выпустили осенью 2019 года. Это был такой непростой момент в жизни нашего театра, когда было непонятно, в какой-то момент он вообще дальше будет, существовать или не будет. И, конечно, там есть это ощущение, но еще там, как оказалось, есть и другое ощущение, потому что осень 2019 года, как выяснилось, были последние месяцы спокойной и понятной всем жизни. Дальше, в общем-то, началось. Ну, вот так получилось. Интересно, потому что, ну, я действительно, в общем, мне казалось, что это пьеса о жизни людей накануне катастрофы. И эта катастрофа становится для героев пьесы близкой и неизбежной. Прожив за границей пять лет, Раневская возвращается в родовое гнездо, которое очень скоро будет выставлено на торги. Его судьба, как и судьба его обитателей, должна решиться за несколько месяцев. Но его хозяева то ли не могут ничего сделать, то ли не хотят, потому, как писал сам Чехов, страшно то, что неизвестно. Продано ли сегодня имение или не продано? Не все ли равно? С ним же уже покончено все. Заросла дорожка, нет поворота назад. Успокойтесь, дорогая, не надо себя обманывать, надо как раз в жизни снимать правду для вас в глаза. Какое правду видите? Вы что видите, где правда, а где неправда? В этой постановке все метафорично и гротескно. Герои все как будто чуть-чуть слегка смешливы, трагичны, фривольны, закомплексованы, легкомысленны и смелы. Они, словно призраки, выходят из шкафов. Вся мебель из 26 комнат собрана в одной гостиной, где проходит еще один отрезок их жизни. И только окно, большое окно в сад, где бродят любимые призраки из прошлого, и где скоро будет слышен стук топора, напоминает им о неизбежности перемен и заставляет их смотреть в него, как в зеркало настоящего и будущего. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопафин. Хватит топора по весенному саду! Настроим мы дачи, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь! Музыка, герои! Несмотря на то, что в спектакле есть некоторые эпизоды, которых нет у автора пьесы, они очень органично вписались и показали то будущее, которое представлял себе Лопахин. Фонарики вызывают ассоциации с журналистами, которым он рассказывает о своей удачной сделке. Все это не нарушило классического проживания героев на сцене. Я хорошо их знаю, они чрезвычайно достойно существуют во всех жанрах, которые я успела посмотреть. А вот Чехова я вот сейчас буду смотреть с волнением, как всегда. Но думаю, что это тоже у них получится, он им созвучен. У них такая традиция, что труп порешает, и вот кого отберем, тому будет поручено поставить большой уже спектакль. И артисты, значит, должны проявить тут для себя несвойственную объективность и решать не потому, кого я там сыграю, а потому, насколько театру вообще нужен подобный спектакль. Режиссер Матищинского театра «Фест» Дмитрий Скотников последовал за самим автором пьесы, определенно назвавшим ее комедией. И как ни больно за героев, все же постановка получилась по-настоящему смешной. АПЛОДИСМЕНТЫ